Цветы, поздравления, слова благодарности. Этот солнечный день для 14 работающих жителей поселения и 7 учеников, которые окончили Галузинскую среднюю школу с золотой медалью, стал настоящим праздником. Финансирование на обустройство сквера Славы и доски почета выделили из областного бюджета. 150 тысяч рублей собрали жители поселения, а 100 тысяч добавил местный комбинат. По словам жителя новатора Александра Моисеева, поселенческую доску почета ждали более 10 лет. Пусть нынешнее молодое поколение видит, увидит, узнает о том, какой вклад нанесли они в развитие нашего поселка, нашей жизни. Пусть берут с них пример, пусть станут ряды активных, беспокойных, творческих людей. Нельзя прожить безразлично, взирая на мир со стороны. Только активная жизненная позиция дает нам силы и ведет нас вперед. Надежда Белозерова одна из тех, чье имя за добросовестный труд занесено сегодня на доску почета сельского поселения. Женщина работает в детском саду Аленушка почти 40 лет. Других записей в трудовой книжке нет. Такая награда за многолетний труд, по словам Надежды, настоящий подарок. Очень приятно, неожиданно, приятно. И такой прекрасный день, и такой прекрасный праздник. Еще день красоты сегодня. Очень приятно. Нужна ли доска почета? Обязательно. Зачем? Ну, чтобы люди знали, гордились, что мы столько лет отработали. И на благо своего поселка. Иван Толстиков трудится начальником новаторского лесопункта уже 20 лет. Сегодня его имя занесено на доску почета. Быть на доске почета, надо себя поддерживать в нормальной форме. Значит, быть примером во многих делах в работе нашей. Поэтому почет и ответственность. Здесь уже работает не одно поколение жителей новатора. Я горжусь этим. Это люди все работащие, все грамотные. И поэтому с ними легко будут работать на производстве. Спасибо им за работу. И я надеюсь, что дальнейшая жизнь на нашем поселке будет развиваться. Значит, будут благоустраиваться. То есть, будут создаваться более комфортные условия для жителей поселка. Людмила Замараева и Николай Мохнаткин уже долгое время работают на комбинате «Связа» в Новаторе. Людмила Николаевна трудится начальником административно-хозяйственного отдела. Своей добросовестной работой она заслужила быть среди лучших людей поселения. Я испытываю огромную благодарность тем людям, которые меня поверили и выдвинули меня на такую достойную награду. И испытываю огромную ответственность и желание работать на благо поселка дальше. Сегодня моя мама пришла с племянником. Сын был из школы, приходил. И, конечно же, наши ветераны, которые, собственно, нас учили, развивали. Своих сотрудников поблагодарил директор комбината Евгений Михель. Нашим текущим сотрудникам, Людмила Николаевна, Николай Владимирович, отдельное спасибо, так как они вносят очень большой вклад. Спасибо вам за это все. Всем остальным желаю, первое, здоровья крепкого в это нелегкое время. Второе, смотреть, как развивается комбинат «Новатор». Не проходить мимо, участвовать, приходить на экскурсии. Помимо доски почета в сквере «Слава» установили мемориальную доску Павлу Цихоне, который был директором фанерного комбината «Новатор» 22 года. Татьяна Меркурьева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».